МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В мусульманском сообществе Российской Федерации мы это можем наблюдать. И наши религиозные организации, эксперты, очень заинтересовались данной фетвой, которая была необходима, и, честно говоря, ее надо было принять уже 10 лет, может быть, даже 15 лет тому назад. И я искренне благодарю от всех, и от нашей делегации, и представителей традиционного ислама, которые в России есть, организаторов Чеченскую республику, в первую очередь, за прекрасный уровень организации данного мероприятия. Дело в том, что сегодня, не секрет, пытаются переформатировать смыслы и ценности ислама. Идет война в этом направлении, в информационном направлении. И у нас пытаются украсть, у нас, я имею в виду, у ислама, традиционного, пророческого, коранического ислама, пытаются украсть наши символы, наши знаки отличия ислама, нашу терминологию, и пытаются на этом построить совершенно не имеющие никакого отношения к исламу вообще непонятные, чудовищные разные группы. И в этой связи обязательство религиозных деятелей, муфтиев России, наших имамов, это уберечь, в первую очередь, наших мусульман от этого зла. И инструмент, который мы можем использовать, который принят в исламе, это принятие фетвы, принятие юридико-богословского заключения. И эту фетву мы приняли публично, три дня ее обсуждали. И хотел бы напомнить коллегам, что до ее обсуждения мы проводили большую конференцию в стенах общественной палаты Российской Федерации, где обсуждали тему традиционного ислама, в том числе и суфизма. Потом проводили конференцию в Омске, потом в Татарстане, в Казани. Большая конференция у нас в рамках форума татарских религиозных деятелей прошла. И также в Дагестане 1 августа. И итогом всех этих конференций стала Грозненская конференция, которая приняла вот те резолюции, которые сегодня есть. Они необходимы для наших мусульман. Если объяснить простым языком, мы наблюдаем, как пытаются в том числе украсть и нашу победу, победу российского солдата в Великой Отечественной войне. И вот примерно то же происходит и здесь. У нас хотят украсть уже и понятие ахлю сунна вальджама, пытаются вот эти радикальные группы представить, что не чуть ли и приверженцы ахлю сунна вальджама являются представителями радикального ислама. Мы знаем по истории нашей религии, сила нашей веры, ислама, она всегда была в мягкой силе. Но наши недруги, враги, в том числе и ислама, пытаются ее максимально политизировать, пытаются ее сделать радикальной, воинствующей. А мы сегодня должны стоять на страже традиционного понятия ислама. И хотел бы еще сказать, что есть некоторые скептики, которые говорят, почему же вы используете словосочетание традиционный ислам, якобы его в исламе нету. В религиозной терминологии, да, ее нету, но в понимании обычных мусульман, верующих людей, есть понимание того, что традиционный ислам, это ислам, который есть на одной территории, и где народы приняли эту веру, сохранили свои традиции и обычаи, которые не противоречат основным ценностям ислама, буквы Корана и сунны пророка Мухаммада Мустафа, алейхиссалям. И этот документ, он поможет нашим верующим для себя четко разъяснить, кто же они действительно последователи пророческого, коранического ислама, с которым пришел пророк Мухаммад и его сахабы. Я еще раз благодарю за организацию данного мероприятия, и поверьте, многие мусульмане с доброй надеждой и благодарностью восприняли данную конференцию и данные решения. Спасибо.